Девушки отдыхают Я люблю разговаривать на разные темы, кроме тем, которые касаются вопросов личной жизни. Потому что я принципиально считаю, что художник, художник я имею в виду сейчас в крупном смысле этого слова, в том числе любые общественные люди не должны разговаривать о своей личной жизни в эфире, в журналах, в газетах. Потому что это все копание в грязном белье, к сожалению. То есть вы считаете, что у публичных людей белье обязательно грязное? То есть люди, которые что-то достигли, они обязательно это достигли? Любое белье, которое лежит в корзине, оно всегда грязное. В меньшей или большей степени. И когда мы начинаем, ну как бы, когда начинаются мусолиться любые темы личного характера, это всегда мне как-то почему-то неловко. Нет, мы ваше белье трогать не будем, я просто понял. Любое белье. Мне неловко, когда мои коллеги рассказывают про это. В нашей беседе. Просто существует тезис, что если человек выбирает публичную профессию, вот он выходит на подиум, на арену, на сцену. Он должен быть готов к тому, что у него появятся поклонники. У него появятся люди. Вы знаете, какая-то неприятная порода фанаты. Вообще я имею в виду не поклонники, а вот такие фанаты. Это очень приятная порода. Ну, а потому что это именно они постулируют вот этот интерес. Вы поверьте, что журналисты спрашивают именно потому, что существует заказ на это. Конечно, но это не значит... Они хотят знать, кто, с кем, когда и почему. Правильно. Потому что человек стал публичным. Это его выбор. Он пошел в политику, он пошел в шоу-бизнес. Не хочешь, чтобы тобой не интересовались? Езжай в Псков, поработай в прачечной. И не будут, я не про вас, а вообще в принципе. И тобой не будут интересоваться. Как вы вот к такому-то относитесь? Мы с вами говорим про разные вещи. Так. А я вам говорю про то, что интересоваться могут все, и прекрасно, что интересуются. Но это не значит, что я должна об этом говорить и рассказывать, и мусолить эти темы. А еще я вам больше скажу. 70% моих коллег делают себе пиар на своей личной жизни. И этого я не признаю вообще. Совершенно справедливо, да. Поэтому, ну как бы, конечно, каждый сам решает, как он, как он, как бы, строит свою карьеру. Я строю свою карьеру, я считаю, что у меня слишком много поводов поговорить о моем творчестве. И достаточно их для формата передач. Вот вы просто, вы не поняли просто, как бы, я плохо проговорил свой тезис. Ведь речь не о том, что есть поводы. Понимаете, там, условно говоря, у Брюса Виллиса тоже, в общем, ну нормально с поводами. Как вы относитесь тогда, вот я переформулирую, к зрительскому интересу, к личной жизни социально значимых персонажей? Абсолютно нормально. То есть вы считаете, что сам по себе интерес нормальный? Конечно. Но считаете, что удовлетворять этот интерес не должно? Да. Понятно. А как вы относитесь к тому, что, ну то есть как вы относитесь к тому, что ваши коллеги там сами выстраивают пиар, это я уже понял. Как вы относитесь к практике, когда люди выстраивают свою карьеру на личных отношениях с кем-нибудь? Ну, там, я не знаю, с продюсерами, там, певицей, там... Не знаю, я никак к этому не отношусь. Я больше вам скажу, я даже об этом не думаю. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.